Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 9 главу послания апостола Павла к римлянам. 9 глава начинает собой цикл из трех глав, в которых говорится об очень болезненной теме, об отношении между иудеями и эллинами, между Израилем и языческими народами, между народом с большой буквы и всеми остальными народами. И особенно трудно говорить на эту тему в 20-21 веке, после Освенцима. И проблема в том, что слово Израиль в нашем языке тоже связано с названием государства. Это тоже очень мешает, поскольку мы тут же перемещаемся в плоскость политической истории. И апостол Павел в это слово вкладывает совершенно другое значение. И сегодня очень важно понять апостола Павла, исходя из тех смыслов, которые он вкладывает в слова, которые употребляет, а не исходя из того, что мы навязываем, не исходя из наших предрассудков. И чтобы облегчить эту задачу, я бы сказал, что в центре внимания у апостола Павла здесь будет не Израиль как народ, как страна, как государство, как религия, но Бог. И очень важно, кто твой Бог, как ты понимаешь свою священную историю, как ты понимаешь откровение Бога, и как твоя вера проявляется в твоей жизни. Собственно, если подходить к 9 главе, с этой стороны, то некоторые вещи становятся на свои места. Итак, самое главное препятствие к пониманию апостола Павла, это прежде всего наши предрассудки, предубеждения. У нас уже готовы слова, и нам трудно настроиться на длину волны апостола Павла. Но без этого мы никогда не поймем мысль апостола Павла. Другой очень важный момент. Апостол Павел здесь не разрабатывает какие-то теории или доктрины. Скорее наоборот, он уходит от схем. А мы с вами привыкли к какой-то упрощенной схеме. Нам очень важно изложить все просто, доходчиво, последовательно. Мысль апостола Павла очень тонкая и очень многогранная. Он постоянно играет словами. Например, слово «закон» у него употребляется то в значении приказ, повеление, то в значении обетование. И оно тем самым обретает совершенно другое значение. Апостол Павел играет этой двусмысленностью для того, чтобы пробудить нашу мысль. Для нас истина – это прежде всего какая-то точка или какое-то мнение, которым мы обладаем. И нам кажется, что это и есть адекватная реальность и представление. Для апостола Павла истина – это не точка, это горизонт. Для него познание истины – это всегда путь. И поэтому, в отличие его мысли от нашей, для него откровение означает новизна. В нашем языке слово «новизна» всегда противопоставляется чему-то устаревшему. И в церковном обиходе обновленчество, новаторство – это всегда что-то подозрительное. Для апостола Павла слово «новый» является синонимом «вечный», пребывающим вовек. Именно поэтому новый завет – это не означает что-то, что приходит на смену старому. Новый Израиль – это не значит что-то, что отменяет прежний Израиль. Но это некое совершение того, что было всегда. Поэтому новый – это означает «вечно обновляемый», потому что откровение Бога, оно все время обновляется, открывается в большей своей глубине. И само это слово обретает совершенно другое звучание. Девятая глава начинается с потрясающего утверждения «Истину скажу во Христе, не лгу. О том свидетельствует совесть моя в Духе Святом. Велика печаль моя и боль сердца моего непрестанно. Ради братьев моих, сродников моих по плоти я сам готов быть под анафемой, отлученным от Христа». И дальше перечисляются те привилегии, те благословения, носителем которых является народ Израиля. Но здесь мы уже сталкиваемся с очень важной проблемой. Если читать послание апостола Павла как богословский трактат, где все излагается по законам логики, одно вытекает из другого, то мы можем ошибиться. Очень важно понимать, что апостол Павел устно говорит. И ему помогает стенограф, человек, который на лету успевает зафиксировать те слова, которые произносятся устно. И поэтому в писаниях апостола Павла есть своя рифма. И эта рифма не просто какая-то словесная, но рифма мысли. Есть свой ритм. Его мысль бьется, как бьется сердце. Она дышит, она живет. И поэтому есть разные повторы. И желательно тоже почувствовать это биение мысли, биение ритма апостола Павла. Апостол Павел пользуется не риторикой Аристотеля, привычной нам западной логикой, но скорее риторикой стоиков. В его времена было очень много странствующих проповедников, которые путешествовали по эллинским городам, выступали публично. Ну, как сейчас, есть спикеры, которые собирают определенную аудиторию. И очень часто эти спикеры во времена апостола Павла вступали в полемику. И поэтому его послания тоже построены в виде такого спора, дискуссии с мнимым собеседником. Есть собеседник, который задает вопрос или превратно истолковывает мысль апостола Павла, и он ему отвечает. Этот литературный жанр называется диатрибой, и он совершенно характерен для стиля апостола Павла. Вступление, которое мы с вами прочитали, оно эмоционально очень сильное, потому что речь идет для апостола Павла о жизни и смерти, о конечной судьбе народа Израиля, и эта судьба касается его лично, поэтому он не может быть равнодушным. И этой теме, судьбе народа Израиля, то есть как прочитать его историю, как прочитать его призвание как народа, будет посвящена почти вся девятая глава, и лишь в конце, после прочтения судьбы народа, апостол Павел переходит к каким-то богословским обобщениям, размышлениям, которые продлятся еще в десятой и в одиннадцатой главе. И одиннадцатая глава закончится уже потрясающей молитвой, словословием и словом «Аминь». Таким образом мы получаем очень стройную, прекрасную композицию, которая начинается вот таким эмоциональным восклицанием. «Я говорю истинную правду, это истина во Христе, не лгу». И здесь возникает вопрос о лжи. В предыдущих главах мы видели, как апостол Павел размышляет о том, как грех вошел в мир. Когда мы думаем о первородном грехе, мы думаем о запретном плоде. Но апостол Павел говорит, что истинная проблема заключена в том, что слово Божие, которое было словом благословения и дара, вдруг было превратно истолковано, оно было извращено. Поэтому слово «лжец» у него имеет значение имени собственного. Понятно, что это дьявол, который искажает все. И поэтому он говорит «я не лжец». Лжецом является дьявол. Слово «дьявол» в греческом языке противоположно слову «символ». Символ – это то, что соединяет противоположности и то, что мы видим, и то, что мы не видим, как некое единое целое. Дьявол – это то, что, наоборот, путает, извращает. Он лжец. И напротив апостол Павел – свидетель истины. И здесь мы тоже видим, что слово «истина» очень важно. Оно употребляется не в том значении, в котором мы его употребляем. В греческом языке это слово «алитея» происходит от названия знаменитой реки, которая течет в глубине преисподней. И как только ты пересек эту реку, перешел на другой берег, обратной дороги нет. Это река забвения. Ты переходишь в небытие, и обратной дороги не будет. И истина – это нечто противоположное этому забвению, этому небытию. Истина – это когда Бог являет себя точно так же, как сияние солнца, являет себя на рассвете, над горизонтом. Поэтому истина для Него – это горизонт и сияние света. И вот так мы видим, что слова «истина» и «ложь» соотносятся совершенно по другим критериям, чем в нашем языке. Когда апостол Павел говорит «печаль моя велика», он употребляет очень сильный образ, потому что это не просто какая-то эмоциональная печаль. Когда он говорит слово «боль», то его иногда переводят во множественном числе, потому что это означает «родовые муки», «родовые схватки». В действительности мы здесь соприкасаемся с очень сильной агонией, потому что в действительности происходит рождение нового мира. Вот так мысль апостола Павла в действительности просто бурлит изнутри, она страдает, она вопиет к Богу. И слово «сердце» тоже в данном случае – это не просто анатомическое сердце, не просто какие-то сердечные чувства, искренность. Нет, сердце – это средоточие человеческого бытия, это эпицентр человека. И поэтому он и говорит «вся моя внутренность, все мое внутреннее бытие, оно терзаемо родовыми муками». И это непрестанно. Ради кого? Ради моих братьев. Здесь тоже очень важно понимать, что братья, объясняется это братья по плоти, народ Израиля, но в действительности мы потом увидим, что слово «братья» – это братья по вере, люди, которые тоже приняли Христа. Слово «анафема» тоже здесь очень сильное слово. Оно из лексикона священного. То, что принадлежит Богу, должно остаться на алтаре, должно быть потреблено священниками, но оно не может вернуться в мир профанный, к людям. Поэтому это некое табу, нечто священное, что окончательно принадлежит Богу и тем самым от людей отнимается. И в данном случае это может быть либо очень сильное и величайшее благословение, окончательное, либо величайшее проклятие. Поэтому апостол Павел употребляет этот очень сильный образ, что означает быть оторванным, отлученным от своего народа. Фактически это обречь на смерть себя, и своих собратьев. Поэтому слово «анафема» – это очень сильное слово, заимствовано из языка жертвоприношений. И он говорит, я готов стать этим проклятием. И пусть меня отвергнут, оторвут от моего народа, но ради Христа. И дальше перечисляются те привилегии, которыми обладает народ Израиля. И здесь мы видим усыновление, слава, заветы, закон, богослужение, обетование. Это у них отцы, и от них по плоти Христос, сущий над всем Бог, да будет благословен вовеки. Аминь. И каждое из этих слов тоже в устах апостола Павла обретает совершенно непривычное для нас звучание. Прежде всего, слово «израиль». Понятно, что для нас это географическое понятие. И для нас это может быть обозначение этноса, народа. Но в Ветхом Завете, в наиболее древних архаических текстах, в частности, в книге Иисуса Новина, в 24 главе, это слово употребляется немножко в другом значении. Мы думаем, что это имя патриарха Иакова, и поэтому всех его потомков. В книге Иисуса Новина это слово употребляется как носители завета. Поэтому израилетянином является не тот, кто родился в этом народе, является плотью от плоти народа, но тот, кто вступает в завет с Богом. Поэтому израиль — это прежде всего то, что имеет отношение к вере и к верности завету. И само имя тоже приходит нам на помощь, потому что в этом слове есть «эль», что означает «бог». А корень «изра» иногда истолковывают в двух значениях. Либо это некое господство, и тогда Бог господствует. И Израиль — это то пространство, место владычества, то, над чем Бог господствует. Это фактически синоним царству Божию. Либо Исра — это сияет, поэтому там, где Бог сияет. В принципе, мне кажется, что и то, и другое очень близко. Господь царствует, Господь сияет и тем самым являет себя. И понятно, и то, и другое имеет отношение к воскрешему Христу. И еще маленький штрих и маленький секрет, как правильно понимать апостола Павла. И вообще, Священное Писание. Когда вы читаете какой-то фрагмент, фразу или целую главу, то нужно найти то слово, которое ближе всего по смыслу к воскресению, к воскресению Христа. И вы потом увидите, что все остальные слова и мысли автора подчиняются этому откровению. Вот так же и здесь. Истинный израилетянин в какой-то последней перспективе — это тот, кто вместе со Христом воскресает, принимая веру в воскрешего Христа. Вот он, израилетянин для апостола Павла. И в Новом Завете тоже это слово никогда не употребляется, как имя Иакова, отца двенадцати патриархов. Говорится тоже «племя Израиля», то есть потомки, наследники обетований Авраама, то есть люди, которые вошли в Завет, которые поверили в Евангелие. Слово «сыновство» здесь тоже обретает совершенно непривычное для нас звучание, потому что мы потом увидим, что оно употребляется в значении сыновства, каким является Иисус Христос. Он Сын Божий. И поэтому у Авраама тоже будет два сына. По плоти будет два сына, но только один из них будет Сыном обетования, и поэтому Сыном Божиим. И по-настоящему сыновство — это вот то уникальное сыновство, которым обладает Исаак, потому что он единородный, он Сын обетования и как некий прообраз Христа. Поэтому сыновство — это означает некое избранничество. И в каком-то смысле все последующие слова тоже будут синонимами. Со словом «слава» для современного человека большая проблема, потому что после эпохи коммунизма мы привыкли славу труду, славу рабочему классу и так далее. И это слово совершенно утратило свое звучание в нашем привычном языке. В греческом языке слово — это образовано от значения мнения, мысли. Поэтому славянская «слава» от слова «слыть», то есть мнение какое-то, реноме. В еврейском языке апостол Павел все-таки семит, и он мыслит в категориях семитской мысли. Слово «кавод» означает весомость, тяжесть. И поэтому присутствие Бога — это не только то, о чем говорят вокруг, но прежде всего то, что осязаемо именно благодаря своей весомости. И когда говорится «слава Господне» в Ветхом Завете у пророков, это то, что открывается через свою весомость и осязаемость. Слово «заветы» во множественном числе тоже необычное для нас, потому что «заветы» очень часто, опять же, исходя из каких-то коннотаций прошлого, «заветы» какой-то идеологии или какое-то беззаветное служение чему-то уводит нас от первоначального значения этого слова. Конечно, оно близко по значению к слову «завещание». «завещание» — это последняя воля, то, что ты хочешь, чтобы осталось после тебя и имело продолжение в твоих потомках, в твоих учениках. В еврейском языке слово «завет» — это то, с чего все всегда начинается. Это момент первой встречи, когда партнеры завета друг другу вручают себя. Поэтому «завет» — это как некий брак, некое соединение, завет, который заключает Бог с Авраамом, это завет любви, и это как брачный завет. Со словом «закон» мы с вами уже говорили, имеют всегда различные коннотации, различные оттенки, но прежде всего это, конечно, Тора, как свадебный подарок жениха, откровение воли Божией. Богослужение, культ. Понятно, что здесь очень важно, народ празднует Пасху и празднует другие праздники. И каждый раз, когда мы совершаем богослужение, то мы вспоминаем событие прошлого, и оно в действительности совершается здесь и сейчас. Поэтому богослужение — это то, что делает всегда актуальным и вечно присутствующим то, что Бог совершил когда-то, но в действительности Он это совершил для тебя и совершает это в каждый момент твоей жизни. Вот смысл, что такое литургический праздник, и что имеется в виду под словом «культ» или «богослужение». Как только народ перестает праздновать Пасху, как событие, которое касается лично тебя, этот народ перестает быть народом верующих. Со словом «обетование» более-менее нам все понятно. По-гречески это слово «эпангелия», и здесь есть корень «ангел», как и «евангелие» — это некая весть, но есть небольшая приставка, которая указывает на какую-то вечную новизну. «Обетование» — это некая весть, которая всегда нова. Нам это может показаться очень непривычным, но это означает, что познание истины — это всегда путь, и этот горизонт всегда отступает, и ты открываешь эту истину в какой-то новой, более полной глубине, красоте. И именно это имеется в виду под словом «обетование», как некая вечная новизна откровения Бога. У них отцы, прежде всего патриархи, пророки, и от них по плоти происходит Иисус Христос, Бог, который пребывает над всем и благословенен вовеки. Небольшой нюанс, конечно, между толкователями споры — эта молитва благодарения, молитва словословия, она обращена к Отцу или к Иисусу Христу? Лично мне кажется, что к Иисусу Христу. Я не настаиваю, может быть, я ошибаюсь. Но если это так, то это самый первый текст Нового Завета, где Иисус Христос назван Богом, сущим вовеки. Потому что апостол Павел написал свои послания, или они окончательно сформировались как письменный текст, как книга, значительно раньше, чем были окончательно записаны Евангелия. Апостол Павел, когда писал эти послания, не имел в руках той книги, которую сегодня имеем мы, под названием Евангелие. Итак, дальше мы оказываемся в таком пространстве, где апостол Павел преподносит урок экзегезы, то, как он читает Ветхий Завет. Он постоянно цитирует Второзаконие, книгу Бытия, цитирует Пророков, книгу Исхода. И мы видим, как он читает священные писания Ветхого Завета в свете воскресения Христа. И тогда они обретают совершенно новое звучание. Это мы привыкли называть Ветхий Завет Ветхим, но для апостола Павла это и есть священное писание. И для него каждое слово в нем говорит о воскрешем Мессии, подтверждает то Евангелие, которое апостол Павел проповедует. «Не может быть, чтобы не сбылось Слово Божие, ведь не все, кто от Израиля, Израиль, и не все потомки Авраама, дети его, но только те, кто от Исаака, названы будут потомством Твоим». Те, кто будут названы потомками Исаака, именно они будут наследниками обетования. Это цитаты из книги «Бытия», 21 глава. И здесь мы тоже видим все эти темы. Сыновство, семя Авраама, потомки, это означает наследники обетований. И оказывается, истинными наследниками, истинными сыновьями, потомками будут не те, кто по плоти, но те, кто избраны. То есть дети Божии не те, кто дети по плоти, но потомством считаются дети по обещанию, по обетованию. Исаак — это сын обетования, Исаак — это просто сын по плоти, и его сыновство не совсем то сыновство, о котором говорит апостол Павел. И слово «обещание» таково. «Приду я в это же время, и будет у Сары сын». Некое обетование о рождении Исаака, которое Авраам не может поверить. Но помимо Сары была и Ревека, другая великая матерь народа Израиля, зачавшая от одного, от отца нашего Исаака. И вот, когда дети ее еще не родились и не сделали ничего ни доброго, ни дурного, ей было сказано, старший будет в подчинении у младшего. Все это, чтобы избрание по замыслу Божию было неизменным, зависело не от дел, но от призывающего, как и написано, Иакова я возлюбил, Исаава же возненавидел. То есть избрание происходит не от того, что кто-то совершает добрые поступки, кто-то дурные поступки, и тем самым лишается избрания. Нет, избрание совершается по воле Бога, и в этом смысле Бог совершенно не советуется с нами и не играет по тем правилам, которые мы бы хотели ему установить. Бог избирает того, кого Он избирает, потому что Он Господь. И на это возникает риторический вопрос, возражение. Что же скажем, что у Бога неправда, что Бог бывает несправедлив? Не быть тому, ведь говорит Он Моисею, кого милую, того и милую, и кого жалею, того и жалею. То есть, кого люблю, кого одариваю свою благодатью, того и одариваю. Это мой свободный выбор. Это не наша заслуга, что Господь нас избрал. Это знак Его милости. И так не от стремления и не от усилия человеческого, но от милости Бога, от благодати, от Его любви, от Его щедрости. Ведь Писание говорит фараону, «Вот для того и вознес я тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя Мое по всей земле. И так, кого хочет, милует, а кого хочет, озлобляет». Здесь апостол Павел дает ответ на вопрос, который очень часто задают новоначальные люди. В книге Исхода говорится о том, что Бог ожесточил сердце фараона. И что означает Бог? Вот такой лукавый игрок, он играет с фараоном, он его специально ожесточает для того, чтобы потом наказать. И какими-то человеческими глазами может быть это и имеет какую-то логику, какой-то смысл. Но в действительности сам этот вопрос не имеет смысла. Господь ожесточает сердце фараона не для того, чтобы его уничтожить. Сердце фараона Господь озлобляет для того, чтобы через последующие поступки его и последующие события явилась слава Божия. И здесь мы оказываемся совершенно в другом пространстве и уходим от тех представлений о добре и зле, что нам нравится или не нравится, к тому, чтобы понять, что Бог есть Бог. Тогда ты скажешь мне, что же он еще и укоряет, то есть он наказывает, он озлобляет и при этом еще и наказывает, упрекает. Может ли кто противостоять воле его? Вот это замечательный вопрос, который задается в конце книги Иова страдающему праведнику, который вызывает Бога на суд. Может ли кто противостоять воле его? И ответ. О человек, кто собственно ты такой, что возражаешь Богу? Если ты вызываешь Бога на суд, кто ты? Вспомни, как Господь отвечает Иову простым вопросом. Скажи мне, где ты был, когда я полагал основание земли? Кто есть ты и кто есть я? Скажет ли глиняное изделие создателю своему «Зачем ты меня так сделал? Разве гончар не имеет право из того же комка глины сделать два сосуда? И одному достанется честь, другому – бесчестие». Дальше апостол Павел переходит на метафорический язык. Для него человек, как глиняный сосуд, Адам создан из земли, из глины. И он и есть сосуд, в котором Господь помещает свое дыхание. В этом смысле сосуд – носитель дыхания Бога, душа живая. И поэтому из того же самого комка глины, из того же самого Адама рождается два сына. Одному достается избрание, милость, обетование. Именно он станет наследником. Другой этого всего будет лишен, бесчестие. Не так ли Бог, желая показать свой гнев и явить могущество свое, великодушно и долго терпел сосуды гнева, изготовленные на погибель. И вместе с тем и явил богатство славы своей на сосудах милости, которые он предназначил для славы. Изначально Господь как будто создает каких-то людей, как сосуд благодати, сосуд, который будет наполнен славой, сиянием и вечной жизнью. И есть другие сосуды, и они называются сосудами бесчестия, сосудами гнева, изготовленными на погибель. Понятно, что в мире апостола Иоанна и в мире апостола Павла погибель, гнев – это имя сатаны, Иуды тоже, потому что он сын погибели. И логика зла такова, что место, уготованное для зла, его собственное место – это небытие и тьма внешняя. Именно поэтому нужно принимать, как некую данность и закон, Он, Господь, терпит сосуды гнева, они изготовлены на погибель, но однажды они вернутся туда, откуда они были взяты, в небытие. Их Господь отвергает, а другие сосуды славы Он призывает. Призывающий – это есть тот, кто призывает из небытия в бытие. Он называет по имени, и то, что Он назвал по имени, обретает бытие, входит в этот мир. «Он-то и призвал их, то есть нас». Апостол Павел обращается и к иудеям, которые его слушают, и к язычникам, которые становятся частью Израиля, именно потому, что они принимают веру воскрешего Христа, и тем самым становятся наследниками этого избранничества. Он принимает не только из иудеев, но и из язычников. И апостол Павел подтверждает это, толкуя пророчество Осии. «Я назову не народ мой, народом моим, те, кто были чужими, станут моими, и невозлюбленную возлюбленной. И будет на том месте, где им было сказано, вы не народ мой, там будут названы они сынами Бога Живаго». И, конечно, это большой соблазн и большая провокация для тех, кто уверен, что наследниками обетования являются те, кто рождаются по плоти от Авраама. И для них большой сюрприз, что вдруг они оказываются лишенными того, в чем они были уверены. И это не только для иудеев, но тоже для людей благочестивых, кто родились от благочестивых родителей, и те, кто с какой-то ревностью взирают на новообращенных, с каким-то недоверием, те, кто видят в других, в младших своих братьях каких-то конкурентов. Для них бывает очень трудно переварить те слова, которые затем апостол Павел приводит из книги пророка Исаии. «Исаия об Израиле восклицает, если даже числом сына Израиля будут как песок морской, спасен будет только остаток, ибо окончательный и краткий расчет совершит Господь на земле. И как предрек Исаия, если бы не оставил нам потомство Господь Саваоф, стали мы как Содом, и уподобились бы мы Гаморе». И что нам все это сказать? И вот ответ на тот вопрос, который я только что вам задал. Что Господь ищет и тех, кто Его не искал, и находит тех, кто Его не искал, то есть язычников, вчерашних атеистов, может быть, людей грешных и недостойных, но в действительности от того, что однажды они услышат весть о воскрешенном Христе и ее примут, они, еще пребывая под грехом, во власти, беззаконие, не зная Бога, уже были сынами обетования и избранничества. Язычники, праведности не искавшие, праведность получили, праведность здесь, конечно, слово оправдание тоже, ту праведность, которая по вере. Израиль же, искавший праведности по закону, в законе праведности не преуспел. Почему? Потому, что полагался не на веру, а на дела закона, на исполнение предписаний, заповедей. Он понимал закон как приказ, но он не понимал закон как благословение, как дар и как обетование. Поэтому он исполнял не то, что нужно было исполнять. И поэтому они испоткнулись о камень преткновения, как и написано. Вот, полагаю, на Сионе камень преткновения, камень падения, и верующий в него не постыдится. Конечно, что же это за камень? Это камень с большой буквы, это воскресший Христос. Он будет камнем преткновения для иудеев, которые не примут мессианство Христа, и он станет камнем спасения и основанием истины для тех, кто его не постыдится и поверит в него, примет его воскресение. И дальнейшее продолжение эта мысль апостола Павла получит в 10-й и в 11-й главе. На портале Экзогет.ру с вами был протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Продолжение следует...